Страна ФМ и Спортэкспресс представляют А вот сейчас у нас в гостях обозреватель издательского Дома Спортэкспресса Наталья Марьянчик. Наташа, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, спасибо, что пришли. У нас тут все весело, задорно, с ошибками, со всякими пробами пера, но тем не менее, вот наш футбол, мы никак не можем даже понять, радоваться или огорчаться, что произошло, что происходило на наших глазах все это время, как мы смогли так далеко зайти и почему у нас не получилось пройти дальше? Ну, мне кажется, ответ на вопрос, радоваться или огорчаться, иначе видимо, остается буквально меньше недели до конца чемпионата мира, и мы все еще обсуждаем сборную России и живем этими эмоциями. Это на самом деле непередаваемо. Я думаю, любому человеку, который бы в начале прошлого месяца сказал бы, что вот, уже стадия полуфиналов, а мы все еще не можем отойти от выступления сборной России, сказали бы, ну, что он просто болен, что такого не может быть, и даже если наши пройдут групповой этап, это будет уже настоящее чудо. Поэтому, ну, спасибо нашим ребятам, это все, что, мне кажется, хотят им сказать болельщики, журналисты, и их выступления действительно обсуждают. Вот даже стоит выйти в город, и в любом магазине парикмахерской, бабушке во дворе и так далее появились даже тексты, такие именно объясняющие людям, что произошло, что такое игровая схема, как наши играли, благодаря чему им удалось зайти так далеко. И это тоже спасибо, потому что то, что люди, вот простые люди, которые до того никогда футбол не смотрели и вообще ни в каких игровых схемах не разбирались, сейчас начинают интересоваться и пытаться в это вникать, это круто. И главное, чтобы теперь этот запал не прошел вот со следующей недели, когда чемпионат мира закончится. Ну, самое главное, что у нас взаимность, наконец-то, с нашей сборной, когда вот этот плачущий Дюба, он говорил, нам хотелось, чтобы вы вот нас ценили, чтобы вот вы нами гордились, и ему в ответ кричат, Дюба, мы тебя любим, мы действительно гордимся, мы в шоке. И те девчонки, которые плакали на трибунах, и те мальчишки, которые плакали на трибунах, это прямое этому доказательство. Наташа, ну а потом вспомните, если недавние события, ведь на самом деле, как вы говорили, так и было, да, потому что была куча претензий к Черчесову, да, и говорили огромное количество людей, в том числе экспертов, которые говорили, но это не тот человек, он не должен быть, потому что у него вот здесь не так. И по поводу Дюба, тоже отдельная история, да, там очень долгая история, нужно он в сборной, вообще не нужно, а в итоге получилось оно вот что. Ну и плюс ко всему, тоже об этом говорили дети, если буквально месяц назад, даже менее того, во дворах играли Месси, Роналду, Салахи, сейчас играет Дюба, сейчас играет Черешев, на воротах обязательно стоит Акинфеев. Обязательно. Все как надо, все встало на свои места. Хотелось по поводу футбольной темы еще продолжить, вот та сборная, на ваш взгляд, которая сейчас есть. Есть ли у нее шанс с Станиславом Салоновичем Черчесовым в этом составе, ну там плюс-минус какие-то изменения, подойти в такой же форме или еще более лучше уже к Евро через два года? Ну, вы знаете, если вот обратиться в историю, мое мнение, что невозможно пытаться сохранить. У нас есть несколько примеров таких потрясающих выступлений команд-середняков, это Исландия на недавнем Евро, сборная Греции, которая свой домашний Евро вообще выиграла. Если вы пытаетесь сохранить то же самое, это никогда не получается. То есть нам надо, конечно, пытаться идти дальше и стремиться именно к этому, не к сохранению вот этой команды. Она замечательная, но ее пик был вот сейчас, матч с Хорватией, с Испанией на групповом этапе. Ее нужно развивать, ей нужно добавлять новых красок, нам нужно пытаться искать какие-то новые козыри. Это такой заведомо пораженческий путь. Вот у нас было круто, давайте пытаться это охранять. Это, во-первых, уже точно не получится, потому что мы знаем, что там Сергей Игнашевич завершил карьеру, Самедов завершил карьеру сборной. Пройдет два года, я уверена, ну все же люди, да, кто-то может травмироваться, у кого-то появятся другие планы, кто-то будет не в оптимальной форме и так далее. Даже если мы сейчас все поставим на то, чтобы вот эту команду сохранить, это все равно не получится. Поэтому, конечно, ну не знаю, с Черчесовым или без него уже, нам нужно пытаться развивать, приумножать то, что у нас есть, да. Ведь это получилось, ну во многом действительно спонтанно. Дзюба даже не считался игроком основного состава, а сейчас на него молится вся страна. На того же Акинфеева, ну не без основательного, у него действительно были ляпы, какие-то срывы, сколько на него вешали собак, а теперь он герой, и каждый мальчишка, да, стоит в воротах, в футболке с этой фамилией. Поэтому нам нужно искать что-то свое, нам нужно развиваться, а не стоять на месте. Давайте сделаем небольшую паузу, да, Валерия? Обязательно. Две-три минуточки и продолжим нашу программу. Эх, лето, что ж ты не всегда, даже летом не лето, да. Что ж ты делаешь с нами, как-то же сказал. Да, прекрати. Это телерадиоканал «Страна ФМ», «Страна о спорте». У нас в гостях сегодня Наталья Марьянчик, обозреватель издательского дома «Спортэкспресс». Сейчас я заговариваюсь, меня можно простить, у меня язык не ворочается, я все свои силы бросила вот в ночь, в субботу, на воскресенье осталась там вот вся моя жизненная сила, но я... Ну, поскольку у меня ворочается еще, Валерия, я, с вашего позволения, продолжу все-таки. Наталья, хотелось бы заглянуть в будущее, причем самое ближайшее, то есть ближайшее вот эти, сколько у нас сейчас, ну, четыре дня фактически, да, среда, четыре, пять, суббота, воскресенье еще финал будет. Осталась у нас Бельгия, Франция сегодня первый полфинал, завтра второй полфинал Англия, Хорватия. Теперь для нас несколько странная команда, по некоторым причинам. Понятно, что прогнозы, ну, от вас хотелось бы услышать, вот все-таки, как думаете, чего и как будет? Ну, этот чемпионат мира уже нам убедительно показал, что вообще прогнозы дело крайне неблагодарное. Да, и правил нет никаких вообще практически в этом плане. И это, наоборот, такое опровержение всех прогнозов, какое только могло быть, даже вот, понятно, что в футболе всегда сюрпризы бывают, но по количеству сенсаций этот чемпионат мира, мне кажется, войдет в историю как самый вообще непредсказуемый, какой только может быть. Остался у нас такой чемпионат Европы импровизированный, да? Да, кстати. Ну, я скажу, наверное, о своих симпатиях. Мне симпатична Бельгия, потому что, ну, маленькая страна, все-таки, если сравнить размер Бельгии, там, и Бразилию, которую они обыграли, да, маленькая, такая достаточно противоречивая, со сложной судьбой европейская страна, имеет просто невообразимое количество звезд мирового уровня, которые играют в самых крутых топ-клубах, и такой путь турнирный у них был сложный. Ну, мне бы, наверное, хотелось все-таки видеть их в финале. Что касается хорватов с англичанами, тут, ну, сложно. Мы не знаем, за кого болеть. Да, есть болельщики, которые говорят, хочется, чтобы хорваты стали чемпионами мира, и тогда нам самим как бы немножко так свое эго потешить, да, что мы проиграли будущим чемпионом. Чуть-чуть проиграли. Или хотя бы финалистам, да, по пенальти. С другой стороны, после вот их некрасивых высказываний про Украину, болеть за них не очень-то хочется, честно говоря. Потому что, ну, весь этот месяц, и мои коллеги это отмечали, Дима Зеленов, Дима Симонов, это все было вообще не про политику. То есть, наоборот, это было опровержение всех вот этих политических каких-то предубеждений, которые существовали. Это все было про дружбу, про объединение и так далее. Это вообще был один из самых спокойных в этом плане чемпионатов. Это самый мирный и спокойный, действительно, в политическом плане чемпионат и праздничный. Какой только можно было себе представить. И вот, конечно, под конец хорваты должны были все-таки добавить, так сказать, перца. Мне кажется, что это было, ну, даже по-человечески, по-спортивному. И даже великий Диего Марадона, который слегка пошумел на вип-трибунах, все равно это было не про политику, а совершенно про другое. Ну, конечно, это было про другое, кстати. Очень хорошо ему было. Слушайте, а вот как раз-таки с этой ситуацией связано. Наши фанаты, наши болельщики, которые все-таки купили вот это билет на этот финальный матч, как они будут себя вести? Они будут бойкотировать как-то, будут улюлюкать или просто пропустят это мимо, как будто этого не было? Ты имеешь в виду Хорватии? Я имею в виду именно конкретного игрока сборной Хорватии. Ну, мне кажется, его освистают, конечно. То есть, там будет достаточно наших людей, потому что, ну, люди же покупали билет сильно заранее. И я уверена, у них даже надежды никакой не было, что они сборную России увидят на этой стадии. Они просто, ну, хотели посмотреть полуфинал чемпионата мира. И поэтому, я думаю, конечно, там его освистают. Ну, наверное, на предматчевом представлении я не думаю, что это будет прям вот весь матч продолжаться, потому что не хочется верить, что все-таки, ну, люди любят футбол, прежде всего. Вот это все политика, какие-то счеты между собой, это уже во вторую очередь. Полуфинал чемпионата мира – это круто, это красиво, это зрелище, это спектакль. Или хочется, чтобы люди смотрели в первую очередь на это, а потом уже там думали, а кто что сказал, на кого как посмотрел и так далее. И хочется заметить, что, опять-таки, сколько не запугивали, да, что не ездите, вот там будет так, 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 люди приехали, люди остались довольны, люди в интернете выкладывают свои ролики, свое мнение, все в восторге. Я надеюсь, что в этом случае тоже сейчас это все забудется, и останется только футбол. И вот это вот доброе, душевное настроение, которое царило всегда на Никольске. Выходи за меня в эфир, давай, Кутузов, а я посижу. Да, пожалуйста, ради бога, друзья, у нас в гостях сегодня обозреватель издательского дома, уже запинаться начал для тебя. Спортэкспресс Наталья Марианечка. Наталья, доброе утро еще раз. Доброе утро. Говорим мы сегодня, ну, в первую очередь, о футболе, конечно, потому что чемпионат уже вышел на финишную прямую, осталось два полуфинала, третье место и, соответственно, финал воскресенья. Хотелось бы у вас спросить, мы уже многих спрашили, но вот ваше мнение тоже интересно по поводу команд, которые изначально считались стопроцентными фаворитами. Да, это и Аргентина, это и Испания, это и Португалия, это и Бразилия теперь уже тоже, да? Что случилось с ним? И везде во всех этих командах, ну, Бразилия это... Подскажите мне имя. Я не знаю. Неймар. Конечно, Неймар, Аргентина Месси, Роналду Португалия. Почему не получилось у таких ярких звезд и действительно сильных футболистов, да, всемирно известных, не получилось сработать на свою команду? Или командам на них, на этих звезд отработать не получилось? Это проблема вот то, что... Чего они провалились? Удный футбол, да, и они не понимают, что происходит? Да, но это такая, на самом деле, очень серьезная тема. Там, я думаю, еще не одно там научное, какое-нибудь методическое пособие будет написано. Там, извините, Салах тот же, да, Египет? Да, Салах. Тоже вокруг него сколько шума было. Эти команд, конечно, очень разные. То есть, если в сборной Бразилии даже те исполнители, которые вот не так на слуху, как Неймар, все равно являются звездами и все играют в европейских топ-клубах. Это не то, что там есть Неймар, а все остальные там у себя дома в фавеле мяч гоняют, да? И в Аргентине, естественно, то же самое. И в Португалии у них достаточно сильных футболистов, и помимо их главных топ-звезд. Но эти команды получились очень несбалансированными. А сбалансировать их вот за тот там меньше месяца сборов, которые у них были до чемпионата мира, чтобы всем вместе приехать, сыграться, познакомиться еще раз друг с другом, просто, мне кажется, времени не хватило. Сейчас так получается, что клубный футбол на голову выше футбола сборных, потому что в клубах они годами играют, там, появление каждого нового игрока – это выверенное, вот как винтик в механизме меняем, да, аккуратненько, точненько, чтобы все только усиливало и усиливало. Они каждую комбинацию отрабатывают на тренировках еще, 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 еще раз. Клубный футбол вышел на нереально высокий уровень. А в сборной, ну, просто фокуса на этом нет. Если даже посмотреть на имена наставников топ-клубов и наставников топ-сборных, это несравнимо. То есть в клубах даже тренеры и работают больше, и известнее, и получают на порядок лучше. А, кстати, Наташа, смотрите, по поводу тренеров, да, если уж эту тему затронули, или как минимум у двух команд были большие проблемы. Это Испания, у которой тренера поменяли там за три дня, по-моему, да, накануне чемпионата. И у Аргентины, у которых уже в процессе чемпионата была большая проблема, там хотели чуть не выгнать вообще, да. Да, ну там и у Египта, там, в Салах, там была какая-то информация, да, что ругался тренер. Но это, опять же, то есть это специалисты, которым не хватает авторитета, может быть, знаний какой-то, мощи, да, чтобы конкурировать с звездами, которые играют в их командах. Есть такой вариант, когда звезда сама становится фактически тренером. И это, на самом деле, нормально, когда игрок, топ-игрок берет на себя во многом функции тренера и настраивает. Ну, есть примеры, Зидан тот же, да. Да, вот Зидан. Ну, даже Дзюба у нас, установку перед пенальти же у нас давал Дзюба, а не Черчесов. Мы все это видели. Мы все это видели, и это круто, на самом деле. Но важно, чтобы это было именно согласованной позицией, чтобы ни у кого не оставалось обид, чтобы не было такого, что тренер тянет в одну сторону, а звезда в другую. Слушайте, ну я предлагаю тему со звездными сборными. Уехали, и хорошо. Ну, что ж, хорошо. Ну, уехали, и уехали. Роналдушка мог еще бы погулять. Мог, а не получилось. Друзья, у нас небольшой перерыв, и скоро к вам вернемся. Все абсолютно верно. Страна о спорте прямо сейчас у нас продолжается. И у нас в гостях обозреватель издательского дома «Спортэкспресс» Наталья Марьянчик. Продолжаем говорить о футболе. Валерий, о схемах вы хотите поговорить? Да, да, да. Наталья вот в самом начале сказала, что теперь уже и бабушки на лавках, и дети в детском саду, и даже Майорова, который, ну, вообще не в зуб ногой в футболе, стала разбираться. Да, а теперь знаете, кто такой хавбэк? Нет, это я так и не знаю. Я просто знаю, что, допустим, в матче с Испанией были использованы какие-то оборонительные схемы. Мы оборонялись, оборонялись и набегали. А в Хорватии они уже думали, что так же будет. Как-то вот губу раскатали, а мы раз, совершенно другой подход использовали. Что за схемы были нами использованы, и почему мы их раньше не использовали? Ну, на самом деле, мы в каждой игре, начиная вот с трех игр группового этапа, и две игры, которые были потом, играли совершенно по-разному. То есть, ну, это, с одной стороны, понятно, нельзя в Саудовской Аравии играть с такой же тактикой, как ты играешь с Испанией. Ну, если только ты не бразильцы, да, которые там, у них есть своя какая-то коронка, да, и то они, наверное, ее как-то модернизируют со временем. Мы же, мне кажется, очень классно и адекватно оценили свои силы, поняли, что мы не та команда, которая должна играть, что называется, от себя и от своей силы, а мы всегда анализировали соперника, выискивали у него какие-то слабые стороны, что они не любят, что у них хуже получается, и, соответственно, играли так, чтобы доставить им максимум неприятностей. Понятно, что и с испанцами, которые такие атакующие, любят футбол, да, мы поставили то, что называется автобус перед своей штрафной площадью, и когда практически вся команда стоит на своей половине поля, и испанцам было очень тяжело набрать вот свою именно скорость, да, и нанести вот такую кинжальную атаку, которыми они славятся. С Хорватией мы играли уже по-другому, использовали прессинг, пытались добиться на них. Жесткий был футбол совершенно. И это классно, потому что, ну, во-первых, тренерский штаб проделал огромную работу, да, то есть они же все анализировали, они отсматривали матчи, они выискивали, и классно, что наши игроки именно не настаивали на том, что вот у нас вот такая-то фишка, и мы будем играть только так. А они тоже подстраивались, они пытались выполнять указания тренерского штаба, и мне кажется, вот именно командная дисциплина – это главный козырь сборной России, благодаря которому им удалось пройти так далеко. Наташ, ну а вот если говорить, возвращаясь к пенальти, вот той самой игре, да, когда мы проиграли Хорватам, которые сегодня будут играть уже в полуфинале, вот все-таки пенальти, ну это же ведь так называемый стандарт, это то, что футболист, по идее, делает с закрытыми глазами. Хотя мы видели на этом же чемпионате, и Месси не забил, и Роналду, по-моему, бил, тоже не забил, да. Я про Фернандеса, который не просто попал в вратаря, он попал мимо ворот. То есть в створ в ворот вообще не попал. Это вот здесь что, исключительно не… Понятно, что он может бить с закрытыми глазами, я так думаю, в девяточку всегда. Нервы или что это? Конечно, ну серия пенальти, она же для того и придумана. Понятно, что пенальти, ну я думаю, даже вы забьете, да, если вот так в спокойной обстановке выйти, спокойненько разбежаться, а уж любой профессиональный футболист забьет точно, даже не уровня сборной, а вот вообще любой футболист может забить пенальти. Это именно про нервы. Ну, не знаю, зачем в теннисе даются две подачи? Ведь понятно, что все теннисисты умеют подавать и попадать в этот квадрат, они с пяти лет этому тренируются. Но их дается две, потому что нервы, потому что давление аудитории, давление ожиданий, и поэтому серия пенальти была придумана. И, конечно, Фернандес может попадать в пенальти, да безусловно, но он устал, он только что забил решающий гол, у него был огромный выплеск эмоций. И почему лично у меня нет вопроса к Фернандесу, я понимаю, что он хотел сделать. И я даже понимаю, он все там выверил, у него прям в угол шло. Да, ну там просто вот сантиметров не хватило. Может быть от усталости, может быть от какого-то эмоционального перенапряжения. Ну, мы не можем залезть в голову человека. Так там еще жара была, три часа они бегали-бегали, уже все, кто на трениру... Уже я возле телевизора устала, я вам честно скажу, так что оставьте Фернандесу в покое. Да мы видели, как он майку просто выжимал, как из душа после основного времени, а он после этого еще полчаса играл. Но к нему на самом деле сложно, извини, Лербан, к нему сложно предъявлять претензии, потому что и именно Фернандес тот самый человек, благодаря которому эти пенальти вообще состоялись. Потому что он сделал 2-2 в итоге, да? Ну, я говорю, мне все равно понравилось. Мне кажется, что наши в конце опять немножечко сжались. Они, может быть, думали, что кто-то им что-то крикнет. Ну вот опять, мы так и думали. Но все равно вся аудитория, они кричали, мы вас любим, мы вами гордимся. Спасибо за борьбу. Я думаю, что нашей сборной, конечно, было очень приятно. Вот эта новая для них эмоция, которую я надеюсь, что они пронесут. Так у меня вопрос есть, умный вопрос. Так давай, конечно. Все остальные команды, которым не хватило времени сыграться, договориться с тренером и так далее и тому подобное, нашим-то почему хватило? То есть, получается, мы же тоже как-то наскоком. В какой момент вот эта дисциплина раз и превзошла? Нет, ну тут есть как раз конкретный ответ, почему нашим хватило. Потому что, во-первых, нашим не было необходимости участвовать в отборочном цикле, как у страны-хозяйки у нас сразу было место. И, соответственно, мы два года могли только наигрывать тактические схемы, присматриваться и так далее. Преимущество было у нас. У нас не было вот этого давления, что нам нужно обязательно отбираться. Ну, другое дело, что на протяжении вот этих двух лет особо не видно было, что они там наигрывают. Но, тем не менее, время было. Да нет, видно как раз было обратное, да? Да. Мы же помним, они провалили практически, будем говорить открытым текстом, провалили практически все товарищи. Да, и куба федерации год назад. Ну, что-то, видимо, наигрывали, просто не показывали. Плюс у нас немножко раньше, там на неделю, по-моему, закончился чемпионат, это тоже важно. То есть у нас было чуть больше времени, чтобы вот именно провести сборы по ОФП и физподготовка, на самом деле. То, что наши выдерживали все вот это дополнительное время и перебегали хорватов явно в конце. Это тоже огромный плюс, что наши были физически готовы, наверное, вообще круче всех на этом чемпионате мира. Ну, прям было видно, как они устали. Ну, эмоций было огромное количество. Вот два момента, когда Дзюба давал интервью, теперь уже знаменитые, знаменитые Дзюбы, великие Дзюбы, великое интервью. И Смолов, который сидел там полчаса, дали минут сорок после окончания, уже зрители разошлись практически со стадиона. Хотелось его пойти и обнять прям. Вы могли сделать это, Валерий. Ну, как я же могу, он же в Сочи, а я тут. Ох, ну, ладно. То есть я так понимаю, что в любом случае наша сборная, она вот сейчас показала, что в России есть футбол. И теперь-то мы уже предъявляем к ней повышенные требования. Вы уже говорили, я прослушала, мне нужно повторить еще. Где в следующий раз они эту гордость опять проявят? Где они себя смогут проявить? Через два года у нас чемпионат Европы в 2020 году. И туда вот нам как раз нужно отбираться. То есть никто нам там место просто так не подарит. Скоро, ну, там будет жеребьевка, команды поделят на группы. Мы немножко, я думаю, подымем свой рейтинг. Я напоминаю, мы там на 70-м месте шли в рейтинге накануне перед этим чемпионатом мира. Сейчас уже, конечно, подымемся. Но все равно явно там в первой десятке мы тоже не будем. Соответственно, группа у нас будет довольно сильная. Нам нужно будет через нее проходить, выигрывать, отбираться. И дай бог уже ехать на этот чемпионат Европы через два года. Ну, короче, практически все сначала. Хотя, наверное, все-таки нет. Я думаю, что будет нам намного легче. Они сами теперь знают, что они могут. И у них теперь все уже будет получаться. Небольшой перерывчик у нас намечается сейчас. Друзья, и «Страна о спорте» продолжится буквально через несколько минут. Будьте, пожалуйста, здесь. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Всем еще раз доброго утра. Доброго утра. «Страна ФМ» и «Спортэкспресс» представляют. «Стране о спорте». Лайв. Именно так, друзья. Это телерадиоканал «Страна ФМ». Мы продолжаем наш разговор с обозревателем издательского дома «Спортэкспресс». Натальей Марьянчик. Мы здороваемся весь час. Это нормально. Еще раз доброе утро. Наталья, я хотел все-таки точку поставить в футбольной теме. Все-таки в футбольной теме я хотелось бы сказать. Смотрите, большое количество, их действительно подавляющее большинство, которые говорили накануне чемпионата, ну и когда он уже начался, говорили о том, что я готов простить нашей сборной, если она проиграет. Понятно, что мы не дойдем там, скорее всего, даже до 1-4 финала. Несмотря на что. И говорили, я прощу сборную, если она проиграет. Но если они будут реально биться, играть, а не просто ходить по полю, как, к большому сожалению, это бывало и не раз, да, в истории. В итоге так оно и получилось. И заметьте, в интернете сейчас практически, ну там в комментах, да везде там средства массовой информации, хейтеров по этому поводу вообще нет. А если они есть, то сразу налетают 5 обожателей, говорят, идете, идете, идете. Ну я клоню к тому, что реально же придраться не к чему большому счету. Нет, наоборот же, сейчас перед хорватами был другой флешмоб, что если мы выходим в полуфинал, я готов сделать что-то. Я даже знаю, там многие наши известные спортсмены из других видов спорта, что там одна девочка-гимнастка там обещала прыгнуть в бассейн в свадебном платье. Кто-то готов был, не знаю, отправиться в кругосветное путешествие, там отрастить бороду, там и так далее. Там люди брились на лошадь, делали себе татуировки, там куча всего. Самое сумасшедшее обещание, это круто, что, ну пусть в такой немножко шуточной форме, но мы этим тоже поддерживали. Я уверена, ребята тоже все это видели, улыбались и понимали, что страна в них верит. О, хорошо. Давайте все, точку ставим на футболе. Давайте, да. Ну нет, футбол был прекрасный, нам они показали, мы их теперь тоже любим, мы знаем, что футбол у нас есть, и будем и дальше, и дальше за этим следить. Но если вот так вот отвлечься от футбола, да, на что в самое ближайшее время пойдет наше спортивное внимание? Что у нас там впереди? Да, в воскресенье у нас финал, собственно, на этом поставим точку уже в чемпионате мира. Да, не, подожди, еще четыре дня, пять дней фактически. Да, ну, на самом деле, мне кажется, вся страна сейчас так рассуждает, что в воскресенье финал, выдохнем, футбол посмотрим, и все, на следующие четыре года, а то и больше, а о спорте мы вообще забудем. Вы знаете, кстати, в этом есть большая доля правды, потому что многие люди и вот в разговорах говорят, что в воскресенье будет финал, и что делать в понедельник? Ну, знаете, на самом деле, открою большой секрет, в мире спорта куча всего происходит, даже в эти дни, и будет происходить еще до конца лета, и очень хочется, чтобы вот те люди, которые, ну, по-хорошему заболели спортом, да, во время этого чемпионата мира, поняли, что, ну, на самом деле можно болеть не только за футболистов, или за футболистов, и за кого-то еще. И есть куча всего интересного, куда всегда можно выплеснуть вот эти эмоции. И порадоваться, например. Из самого такого интересного, в начале августа пройдет первый объединенный чемпионат Европы по целому ряду по семи видам спорта, в том числе по легкой атлетике, по водным видам спорта, по гребле, по велосипеду, по триатлону, по гимнастике, то есть куча всего интересного. Он будет, ну, по легкой атлетике в Берлине, по остальным видам спорта в Глазго. Это впервые, когда чемпионат Европы по таким видам, ну, скажем честно, да, чемпионат Европы по отдельности, там, по велоспорту или по гребле, там, или по триатлону вряд ли собирает какую-то гигантскую баллическую аудиторию. И вот эти виды спорта решили объединиться, чтобы вместе создать вот такое комплексное мероприятие, чтобы вместе попытаться пробудить интересы, чтобы люди следили за этим. А это одновременно все будет идти? Да, это такая мини-олимпиада, да? Европейская олимпиада такая. А мы-то допущены куда-нибудь? Мы допущены везде, кроме легкой атлетики, где мы из-за допинговых проблем выступаем пока в нейтральном статусе, но на самом деле... Это вот та еще давняя проблема, она вот сюда тянется, да? Да, уже там три года больше, наверное, этой проблеме. Мы до сих пор при самом лучшем расходе, мы будем выступать в легкой атлетике в нейтральном статусе без флага, но хочется сказать, что именно в легкой атлетике у нас выступают сейчас два совершенно уникальных спортсмена. Это Маша Лосицкеня, которая прыгает в высоту, и Сергей Шубенков, который бегает 110 метров с барьерами. Вот буквально на днях во время футбольного чемпионата мира Шубенков установил рекорд России. Это совершенно феноменальный результат. Наши бегуны за всю историю страны никогда никто так быстро не бегал. Сережа, он, конечно, адекватно так, он еще с юмором парень пошутил, сказал, что... Ну, сейчас во время футбола понятно, что всем не до этого, никто даже ничего не заметил. Но все равно, вот я надеюсь, что во время чемпионата Европы как раз заметят, как он один белокожий спринтер европейский, это уже такая немножко экзотика. А он вот успешно сражается с соперниками даже на миромовом уровне, из Ямайки, из Америки, откуда угодно. Уже в Европе он точно сейчас самый крутой. Рекорд Европы тоже вполне в зоне его досягаемости, да и рекорд мира на самом деле тоже. Так что я всех призываю болеть за Сергея. Он классный парень, за него действительно очень приятно всегда его поддерживать. Но есть смысл рассчитывать на еще один рекорд. И есть смысл рассчитывать, конечно. Слушайте, а мне вот мне уже прям гордость за наших опять взяла так. Хорошо, а дальше? Про Машу расскажу. Я назвала вторую фамилию Сескене. Эта девочка выиграла вот за последние два года 45 стартов подряд. Вы только вдумайтесь, вот вообще 45 раз на протяжении двух сезонов выйти на старт и ни разу вообще никому не проиграть. Ну это феноменальная цифра. Будь это чемпионат мира или там первенство какого-нибудь федерального округа. То есть вообще нигде и никому. В общем поболеть за кого будет и посмотреть на что тоже будет. Ну вот с другой стороны про футбол все-таки. А ведь Никольской такой ведь не будет еще долгие годы. Это же была красота на самом деле. Да, вот это очень жаль. На самом деле меня тоже это очень впечатлило. Слушайте, а давайте вот легкие атлеты наши выиграют, а мы туда пойдем. У нас 10 секунд осталось. Обозреватель издательского дома «Спортэкспресс» Наталья Марьянчик была у нас в гостях. Наташа, спасибо большое. Приходите еще к нам. Все, друзья, мы тоже с вами прощаемся. До завтра. В 7 утра вернемся. Валерия Майорова. И мне Владислав Курозов. Пока-пока. Продолжение следует.